Слухи об объединении оппозиционного блока и партии «За життя» получили свое подтверждение. Все подробности в материале. Об объединении на прошлой неделе говорил народный депутат от оппозиционного блока Сергей Левочкин. Оппозиционный блог всегда выступал за объединение политических сил, собственно, в 2014 году. Он таким образом и был образован. У него вышли разные политические силы, которые представляли интересы Востока и Юга нашей страны. Сейчас это мощная политическая партия. На нашем поле есть и другие политические партии. И мы считаем важнейшим шагом этого политического сезона объединение всех политических сил, у которых есть общие ценности, у которых есть общие планы, общие цели. Поэтому мы будем инициировать такие объединения, мы будем в таких объединениях участвовать. Это будут не только политические партии, но это будут и политические движения, и будут общественные движения, общественные организации, союзы. Мы надеемся на широкую консолидацию всех здоровых политических сил, которым надоели война, которым надоела бедность, надоела разруха, надоела безвластие, которое царит в нашей стране. Сегодня же нардеп и глава партии «За життя» Вадим Рабинович на своей странице в Фейсбуке заявил следующее. Я хочу обратиться к политическим силам, имеющим мандат доверия Юго-Востока и Центра Украины, к общественным организациям и объединениям. В первую очередь я обращаюсь к оппозиционному блоку. Иногда мы были некорректны в действиях по отношению друг к другу, но сейчас все противостояния и недоразумения между нами нужно прекратить, так как отсутствие нашего единства приводит к тому, что власть чувствует себя безнаказанно, разбивая нас на различные группы. Предлагаю перевернуть страницу и начать переговоры о создании мощного консолидированного политического объединения. В свою очередь Сергей Левочкин также подтвердил, что поддерживает объединение двух политических сил. С момента создания оппозиционный блок последовательно выступает за консолидацию настоящей оппозиции. Я поддерживаю объединение со всеми политическими силами, разделяющими ценности оппозиционного блока и его избирателей. Мир, единство страны, развитие демократии и экономики, свобода слова и мысли. Среди таких сил вижу и зажиття Рабиновича и Мураева. В трудное для страны время нужно отбросить амбиции, прекратить конфликты. Только объединив все оппозиционные силы, мы вернем в Украину мир, стабильность, развитие, создадим условия для украинцев снова жить по-человечески. Политологи следующим образом отреагировали на сегодняшние заявления. По словам политэкспертов, объединение двух политсил позволит выдвинуть единого кандидата от Юго-Востока и гарантирует ему выход во второй тур президентских выборов. Константин Редин, подробности, телеканал Интер. И вот как нам прокомментировал заявление об объединении двух политсил лидера позиционного блока Юрий Бойко. Мы давно предлагали всем политическим силам, которые хотят мира и стабильности в стране, объединиться. В том числе мы приветствуем будущее объединение с партией за житья и другими общественными организациями, партиями, которые стоят на таких же позициях. Мы отбрасываем все недоразумения личного характера, которые были в прошлом ради высокой цели восстановления мира и стабильности в нашей стране. Это наша официальная позиция. Мы ее высказывали всегда и подтверждаем сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!